Сэнсэй, ну вот все-таки тренировки с вашими студентами отличаются от тех тренировок, которые были в Токусёку университете или в Хонбу, Доджу, Джи Кей, вот сейчас в Германии? Я скажу так, тренировка Ойдзуки или Майагири те же самые. Но в Токусёку университете мы очень много тренировали Гохон Кумите. Кумите на пять шагов. И Кихон, постоянно Кихон, Кихон, Кихон. Но вот когда приходили старшие ученики, то начинался ад, потому что они очень много тренировали свободные поединки. И если я говорю свободные, то это именно так и было. А когда я поступил в Токийское Хонбу Доджу на инструкторские курсы, мы уже постоянно тренировали Кумите. Не могли бы вы рассказать о связи Кихон, Ката, Кумите в японском карате? Потому что это очень важно, но очень многие люди, которые занимаются карате, они не понимают. Они говорят, а зачем мне Кихон, зачем мне Ката? Я буду только драться, я буду только заниматься Кумите. Я думаю так. Если ты хочешь обладать хорошей техникой в Кумите и просто быть хорошим, грамотным бойцом, ты должен тренировать базовую технику Кихон. Много-много Кихона. Нет Кихона – нет Кумите. То же самое и в Ката. Нет техники, то ты никогда и не сделаешь Ката. Следующий этап – тренировка Ката. Ката учит тебя более важным вещам. Они учат быстро менять положение тела, расслаблению и напряжению. И эти аспекты очень важны для Кумите. То есть, опять же, если вы не владеете хорошо Ката, то и Кумите ваше будет достаточно однобокой. Сейчас же мы видим следующую картину. Люди тренируют Кумите, но не тренируют Ката. То же самое с Ката. Те, кто занимается только Ката, не тренируют Кумите. Они думают, что это нормально, тогда как Ката – это половинка Кумите, а Кумите – это половинка Ката. Поэтому, пожалуйста, тренируйте и Ката, и Кумите одинаково упорно. Но начинать нужно всегда с тренировки Кихон, потому что без овладения техникой карате вы не сможете тренировать ни Кумите, ни Ката. Я думаю так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возьмем такое различие в окинавском карате и в японском карате. Вот в окинавском карате, когда делают кота, очень большое внимание уделяют бункай. А сейчас многие сенсей, они преподают только кота, без бункай. Вот не могли бы вы объяснить, важна ли бункай, важна ли тренировка бункай, и насколько вы уделяете этому времени на своих тренировках своими учениками? Я думаю, что дело даже не в том, делаете вы бункай или нет, например, Хианнидан. Главное – это кихон. Потом кумите, потому что кумите – это и есть бункай. Почему так? Тут мы должны обратиться к истории. Карате зародилось на окинаве, и в те времена тренировали кихон, кота и изучали бункай. Потом карате вышло за пределы окинавы, и мы стали практиковать свободные кумите. Просто бункай был перед тем, как появилась дюк кумите. КОНЕЦ Все мы знаем, что карате, современное карате – это японский вид культуры. Но сейчас карате ушло и с вашей помощью тоже во все страны. Вот вы считаете, карате – это достояние только японской культуры на сегодняшний день, или это достояние всей мировой общественности? И, в принципе, любой человек, который не живет в Японии, он потенциально может понять, что такое карате. Я спрошу тебя, что такое Рождество? Откуда пришло Рождество? И с какой страны? Да, из Израиля. И сколько сейчас людей знают, что такое Рождество, и отмечают Рождество? Этот праздник сейчас не только достояние израильской культуры. То же самое и с карате. Поэтому, я считаю, не только японские люди могут понять, что представляет собой карате. Хорошее карате сейчас вышло за пределы Японии. И я скажу, что сейчас многие даже в Японии не понимают, что такое карате. Если ты усердно тренируешься, если ты думаешь о том, что такое карате, то оно становится твоей жизнью. Карате поселяется у тебя в сердце. Тогда ты приобщаешься к будо карате, пониманию карате. А если не думать об этом, то твое карате останется пустым. Сенсей, вот вы на мой вопрос такой, ну, с подковыркой, да, ответили очень мудро. А вас таким мудрым сделала карате, или без карате вы тоже могли бы достичь своего такого умственного состояния? Я думаю, я когда-то был Буддой. Говорят, что природа наделяет нас достоинствами, а помогает их проявить судьба. Наверное, не случайно жизнь свела Сенсей Очи с еще одним выдающимся человеком, мастером карате и главным буддийским настоятелем одного из храмов в центральном районе Токио, Сенсеем Нарихи Каида. Так же, как и Сенсей Очи, он оканчивает университет Токусёку и инструкторские курсы GK. Он был неоднократным призером чемпионатов Японии. Но, наверное, главное – это душа Сенсея, его мудрость, доброта и желание всегда помочь и подсказать. Может быть, именно дружба с этим человеком помогла Сенсей Очи приобретению Толики его спокойствия, жизнерадостности и истинно буддийской мудрости. Вообще, разговаривая с Хидея Очи, слушая, с каким уважением он говорит о бывших однокашниках, людях, проливающих пот и кровь на тренировках додзио, понимаешь, что он говорит не только о своей жизни, но и о всех тех людях, которые значат его жизнь гораздо больше, чем все медали и кубки. А ведь это и есть главная цель нашего фильма – рассказать не просто о Сенсей Очи, а о целом пласте великой истории японского карате, о людях, чьи имена уже вписаны золотыми буквами в книгу жизни. Когда я был в Японии в Хомбу Доджи Джи Кей, я увидел там очень много молодых инструкторов, которые по уровню очень сильные. Я был во многих Хомбу, во многих Додзио в Японии, в разных организациях карате, но я не видел вот такой преемственности поколений, которую я увидел в Джи Кей. Я не увидел того, что есть продолжение традиции, которая есть в Джи Кей. Вот как вы думаете, что будет с карате, с карате Джи Кей в будущем? Какое будущее вы видите для него и как вы прогнозируете его? Я думаю, что если инструкторы сильные, тогда и будущее будет хорошее. Будущее Джи Кей было заложено еще в прошлом Накаяма-сэнсэем. И этим, безусловно, стали инструкторские курсы. Карате начинается в университетах, и главное, чтобы оно не заканчивалось после окончания университета. Тренировки в университетах очень трудны. Когда создавалась японская ассоциация карате, Накаяма-сэнсэй разработал две системы, как можно стать инструктором. Первая – это когда после окончания университета и получения диплома ты можешь поступить на инструкторские курсы. Но если ты не имеешь диплом университета, то все равно можно поступить на курсы инструкторов. Это категории инструкторов А и Б. Но разница между ними только в том, что инструктора с категорией А проходят курсы за два года, а инструктора с категорией Б – за три. Но я думаю, что тренировка в университетском клубе – это очень хорошая подготовка, если ты планируешь поступить на инструкторские курсы, так как тренировки там очень тяжелые. Но я не знаю. Окей, ос. Спасибо. Ос. Ос. Спасибо большое. Ос.